Всем огромнейший привет! Это видео я полностью хочу посвятить пустым баночкам за год. Да, так получилось, что я ленилась записывать. Канал у меня был с пячки. Но сегодня я решила все-все-все показать пустые баночки, чем я пользовалась за год. Для себя хочу понять, что мне нужно больше всего, чем я пользуюсь. Чаще всего на что? Чаще всего уходили мои деньги. И рассказать честное мнение о каждом из средств. Потому что этот видео обзор не проплаченный. Все мнения являются личными. Я всем пользовалась от и до последней капли. Видео будут в рандомном порядке. Здесь средства предоставлены. Начну с вот такой вот маски. Маска Лореаль. Надо сказать, одна из лучших, которая вообще была. Это лучшее, что вообще случалось с моими волосами. Почему? Потому что она настолько классные делает волосы. Любые убитые волосы. Любые волосы. Спалены. Но у меня серия Absolute Repair. Сейчас выпустилась новая серия. Гвинея какая-то там. Добавка протеиновая. Я вам советую брать просто вот такую Absolute Repair. Я беру всегда объем 500 мл. Это считается большой объем. Заказывала я ее на Makeup.ua. Но в принципе вы можете заказать в любом абсолютно месте. Сейчас у меня новая баночка в походе. И могу сказать, что у меня есть также шампунь из этой серии. Пока о нем ничего не могу сказать. Недавно начала им пользоваться. И у меня есть бальзам. От бальзама я тоже в восторге. Именно девочки Absolute Repair. Классная штука. Кроме этого у меня был, конечно, всем уже настощертевший бальзам Masca Numero. Но почему я решила его пока не повторять? Именно вот такая вот версия на вытяжке овса. Я, во-первых, не особо верю, что это Италия. Потому что для такого объема цена очень-очень смешная. Раз. Во-вторых, очень желтый цвет. Мои блондируемые волосы чересчур вот все-таки давал вот эту вот желтоватую оттенку. Если вы рыженькая, если вы черненькая, то в принципе вам он будет нормально подходить. Но если у вас убитые, выжженные волосы пакля, как у меня, то, конечно, с маской L'Oreal этот, ну, даже не сравнится. Хотя, конечно, он экономный. Даже знаю девочек, которые берут часть этой маски, добавляют туда всевозможные тоники. Также есть, кто просто разводит водой и делает из этой маски бальзам. Горячей водой разводят отдельно в бутылочке и получается бальзам, потому что он очень густой. Ну, на четверку из пяти тоже. В то время как этот у меня твердая пятерочка. Ну и стоит он, конечно, дороже. Следующее, что я вам, конечно, хочу показать, это вот такие у меня две туши закончились за год. Почему всего две? Потому что я стала наращивать ресницы. И пока я не собираюсь от этого способа отказываться, нижние я крашу редко ресницы. Значит, первая тушь вот такая. Это фирма Clorins. Да, Clorins. Clorins 01. Что могу о ней сказать? Классическая тушь. Не осыпалась. Кстати, у меня очень часто туши осыпаются. Вот такая вот кисточка. Классическая пушистая кисточка. То есть ничего сверхоригинального нет. Нормальный черный цвет. Ничего сверх особого она с ресничками не делала. Ну, могу сказать, что своих денег она, может быть, и стоит. Но есть варианты подешевле, побюджетней. Вот золотистая упаковка для меня лично не является основанием того, чтобы я платила эту сумму. Качество нормальное, но она порядка 1000 гривен стоит сейчас. Это порядка 35-40 долларов. Ну, я ее повторять не собираюсь. А вот пудра этой же фирмы, мне очень она понравилась. И я считаю ее одной из лучших. Несмотря на эту стоимость, она очень классная. Да, золотистая упаковка, конечно, выглядит немножечко дешево. Но ее очень надолго хватило. Она не рассыпалась, не развалилась. И у меня эта коробка достаточно уже давно. 0,1 тон называется Transparent Light Evermat. Тоже Clorans. Что могу сказать? Хорошая пудра. Она не делает какую-то трупную маску. Маску, хорошее зеркало. И я ее использовала вот просто, вот до самого последнего грамма. Она стоит каждой гривны, каждого доллара, каждого рубля. Мне ее хватало очень надолго. Выглядела она классно. Приятный запах. Да, она сама по себе ничего не будет скрывать. Это не плотный Max Factor. Это не пудра, например, как взять, например, Ну, даже пупа запеченная. Нет, она не такая. Но она настолько не ощущается на лице. Она настолько классно пахнет. И настолько не видна, незаметна на коже. Цвет прекрасный. То есть ее я планирую, если будут какие-то хорошие скидки, повторить. Следующая тушь, о которой я не могу не сказать. Уже очень она мне полюбилась. С огромным удовольствием хочу вам ее порекомендовать. Вот такая Биолита Люкшери Орган Оил. Вот такая вот пудра. Она действительно люксери. Она действительно классная. И тут очень хорошая для меня, для моих тонких ресниц. Они у меня раньше были длинные и тонкие. Сейчас, конечно, после наращивания будут короткие и тонкие. Но, тем не менее, очень-очень классная кисточка. Посмотрите, какая короткие, резиновые вот эти вот все ворсиночки. И очень хорошо прокрашивает все. Даже там, где у вас нет никаких ресниц, даже нет на них намека, эта кисточка, она находила у меня ресницы даже в таких местах. Так что ее я советую. Стоит она дешево. Золотистая упаковка. Ничуть не менее красиво выглядит, чем этот же Кларинс. Абсолютно. Вот они примерно одинаково выглядят визуально. Только эта более короткая и более пузатая. Надо сказать, что в косметичке такая быстрее залезет, более маленькую косметичку, чем вот такая вот длинная. Ну, это чисто вот мое мнение. Поэтому белорусская тушь, конкретно эта, мне очень понравилась. Ее вам могу посоветовать. Сколько она стоит, не помню. Это был подарок от моей подписчицы Мариночка. Мариночка, если смотришь, передаю тебе огромнейший привет. Следующая категория. Еще раз скажу, что у меня будет перемешку и декор. Вот все, что достала, потому что здесь огромная бадья, то я буду показывать. Вот такая вот серия геля и пены для душа Зая. Как же я их полюбила за этот год. Это что-то. У меня от этой Зайи настолько много было продуктов. Вот этот конкретно пахнет Кока-Колой. Называется Бабл Кола. Его я советую всем, кто любит запах колы, у кого есть дети, кто обожает много пенки за скромную стоимость. Тут 500 мл, но она настолько концентрирована, такого коричневого цвета. Красивого коричневого, не какого-то там какашечного. Нет, красивого цвета Кока-Колы. И я ей тоже заказывала на мейкапе вот такой вариант пенки. И вот такой. Вот он у меня, правда, почему-то вот так вот бедняжка покореженный. Это у меня Бабл Гум. Бабл Гум тоже от Зайи. Запах жвачки, запах счастья, запах детства. Классные пузырьки. Ну, если кола это больше для мальчиков, как мы видим, то вот этот вариант годится с жвачкой и для девочек. Хотя, ну, я лично обожаю запах колы. Хоть она больше как для мальчиков позиционируется. Ну, я так думаю. Классные пены. Хорошая цена. Кожу особо не сушат. Пахнут прекрасно. Советую. По-моему, она и 70 или 80 гривен стоит. Это порядка, ну, 2-3. Нет, 2-3 это я совсем загнула. 3-4 долларов. Вот такая пенка стоит. Польская фирма Зая. Вот еще от Зая бутылочка. Не знаю, зачем я вам собирала это весь год. Но хотелось мне просто показать, что реально пенка классная. И еще у меня ванная сейчас такая стоит. Дальше, что там у нас попалось? А, мицеллярки. Сейчас пойдут мицеллярки. Мицеллярки у меня всегда уходит много, потому что я снимаю очень много макияжей. Очень часто приходится делать кому-то какой-то макияж. И мицеллярная вода, это у меня статья расходов постоянная. Что я могу сказать? Гарниер мицеллярка меня перестала устраивать. Она мне щипает глаза. Да, выпадали свои ресницы. Я поняла, что нужно что-то менять. Что могу сказать про лореаль? Да, тут лучше пластик. Вот сам пластик, для меня это тоже важно, он более крепкий. Если сравнивать, например, с витексом. Но по качеству совершенно я не увидела никаких плюсов лореаль. То есть любая стойкая какая-то структура или с глиттером структура точно так же витексом уходит на ура, как и от лореаль. Хотя лореаль стоит дороже. Сказать, что меньше сушит, я не могу. То есть примерно, девочки, если у вас нет возможности покупать лореаль, она у нас не особо дешевая. Вы можете без проблем купить витекс. Тут на 100 мл больше. А 100 мл это, извините, около месяца. Может хватить человеку экономного, а кому-то и на 2. Поэтому витекс все-таки Blue Thermal лично для меня. Я не верю во все эти ретиноилы, вот в эти во все обещания. Но вот именно как обычная техническая мицеллярка, я считаю, что она лореаль сделала. Хотя лореаль тоже неплохая, ничего плохого за ней замечено не было. Следующее, что мне попадается под руку, о чем я буду рассказывать, вот такой вот шампунь Head & Shoulders, огромнейший Old Spice с ароматом сандала. Любит у меня муж Head & Shoulders, иногда пользуюсь и я, но могу сказать одно, что Head & Shoulders пользоваться постоянно не рекомендуется мужчинам, потому что в нем есть такие добавки, в частности Octoperox, насколько я помню, которая может привести к выпадению волос, и поэтому нужно стараться Head & Shoulders чередовать с обычными шампунями, либо пользоваться по назначению. По показаниям есть перхоть, пользуется, закончилась перхоть, переходим на обычный и профилактический, например, моем им голову раз в несколько недель, но не на постоянку. Но моему мужу уже опасаться нечего, так как волос на голове уже практически не осталось, может безбоязненно пользоваться уже Head & Shoulders постоянно. Я тоже иногда пользуюсь, но, надеюсь, не облассею. Следующее, что я вам покажу, это вот такой гремевший много лет назад гель для душа кофе, и в Роша, они поменяли упаковку. В принципе, мне почему-то кажется, что в старых плоских упаковочках он бы более удобный, чем в таких вот пузатеньких. И ощущение, знаете, что вот кофе, кофе менее крепкий стал. Поэтому старайтесь, если есть возможность, урвать старый вариант и в Роша, геля для душа. Но в целом мылящие способности, цена, все осталось неизменно. Хороший гель для душа и в Роша, это моя любовь, конечно. Хотя, конечно, после Зайи, я ее называю Зая, посмотрите, вот за эту стоимость, да, и этот объем 200 мл, а тут у вас 500. И можно уже подумать, что выгоднее купить, на что дольше хватит. Следующее, вообще, это в Роша у меня не так много продуктов, на самом деле, но интересно пробовать что-то еще. Так, ну, классика махровая, безусловно, скраб очищающий, чистая линия, постоянный. Хотя знаю, что в Европе многие отказываются от скрабов на основе абрикосовой косточки, что они могут быть очень-очень какими-то опасными. Ну, я пользуюсь, у меня кожа, которая стерпит все, даже скраб чистая линия, нравится и для тела, и для лица, для всего использую, вам советую. Вот такая вот, как говорят, умывалка, пенка для умывания Витекс, с Акваактив. Ничего она не увлажняет, но она ничего и не сушила. Прекрасный объемчик, 200 грамм, хватило ее очень надолго. Этот продукт действительно заслуживает того, чтобы его повторили. Дезодорант, вот такой вот, самый обычный Рексона, мужской. Я пользуюсь мужскими дезодорантами, я открыла для вас вот такой свой маленький секрет. Нравится, что нет каких-то сладких запахов, они лучше держат, более крепкие. И я всегда покупаю с черными майками, потому что достаточно часто ношу черные вещи, мне пятна не нужны. Довольно рекомендую. Следующее, что я вам покажу, вот такая краска была, старая версия, Горнье 8.1. Была одна из моих любимых видов краски. Для всех, вот, женщин, может быть, кто уже на пенсии, может быть, кто не имеет возможности ходить в салоны. Но бывает такое, что нет у человека возможности на салонное окрашивание волос. Вот этот Тон 8.1, он нейтральный, он спокойный. Конечно, вот такой, как на коробке, он не получится. Такой, как на коробке, он получается только, если белое волокно окрасить. Да, конечно, говорят, что эти краски содержат металл, что их тяжело выводить, что они могут портить волосы. Ну, поверьте мне, я видела на бабушках и маму даже свою красила этой краской. Абсолютно нормальный, достойный цвет волос. Он не выглядит вычурно, он не выглядит кричащим, не выглядит рыжим, не выглядит серым. Вот такой вот песочно-бежевый цвет. Краска называется Песчаный берег. Так что, женщины, кто блондинки, кто хочет поэкспериментировать, чуть-чуть дает естественное затемнение у корней, попробуйте 8.1. Возможно, он вам подойдет. Кто попробует, или кто пользуется этим номером краски, пожалуйста, напишите, расскажите ваши впечатления о ней. Следующее, что я вам хочется мне показать, вот такой мезотонник, более дорогая серия белорусская. Честно, ничего вообще не дала, стоит дороже смысла, поэтому особо в этой серии я для себя не увидела. вот такая водичка у меня закончилась, натюрель, которая у меня есть постоянно в моем парфюмерном гардеробе, уже лет, наверное, так 7 или 8. Ивраша, натюрель, запах цитрусов, запах травы какой-то, вот свежескошенный, прекрасный аромат, бюджетная цена, если я не знаю, кому подарить какой аромат, я дарю натюрель, свежий, цитрусовый, некричащий, очень мягкий, очень приятный, если вы любите Light Blue Dolce & Gabbana, если вы любите ароматы от Moschino, цитруса, вам он очень даже может подойти, и бюджетная цена за 100 мл очень даже рекомендую, за 100, да, или за 50, сейчас я вам скажу точно, кстати. Нет, 75 мл, ну 75 мл все равно это прекрасно. Стоит он у нас в порядка 400 гривен, где-то 350, 400 гривен, где-то и 500. Ну, примерно, примерно 20 долларов, ну, плюс-минус. Следующее, что я вам хочу показать, о, ватика, вот такой вот шампунь, привезенный из Египта, уже очень его хвалили, мне он совершенно не подошел, он на семени, на зернах пшеницы, насколько я понимаю, был, не особо ничего мне не сделал, ни хорошего, ни плохого, временами голова чесалась, я его не оценила, еще осталась у меня маска, но больше я им пользоваться не буду, хотя это продукт только для Египта, вот смотрите, здесь пишут, что для продажи только в Египте, for sale in Egypt only, видите, стоил несколько долларов, и как бы трудно от него чего-то сильного ожидать, так что особо его не советую, так, fresh juice, вот такая пена для ванн, банана, мангомус, вот это fresh juice, несмотря на то, что она больше, тут 1000 мл, производство Украина, она хуже по качеству, чем зая польская, поэтому fresh juice особо, девочки, не советую, это моя любовь, самое любимое, мое средство для ногтей, не только в белорусской серии, а вообще во всех, это железный укрепитель, от Reluie, покупаю его, наверное, как только он вышел, и буду покупать, пока его не снимут с производства, потому что делает красивый, нюдовый, ухоженный маникюр, если ваша маникюрша заболела, если вы не находите время, или возможность прийти, вы всегда можете сделать себе нюдовый маникюр, прекрасный цвет, который подходит абсолютно к любому настроению, к любому поводу, выглядит для меня даже красивее, чем многими любимый French, особо он ничего не укрепляет, ногти железными он не делает, хоть и называется железный укрепитель, но очень, очень, очень красивый дает, любимый мой оттенок, и такой лак очень тяжело найти, а это и укрепляющее средство, и красивый вот такой вот цветовой нюанс дает, вот такая вот пенка Лореаль, пенка Молочко Ревиалифт, ничего она хорошего не дала, особо ничего она хорошо не снимала, и я считаю, что ее покупать смысла лично для меня никакого нет, ни о каком лифтинге, ни о каком обновлении тоже тут речи не идет, поэтому это просто выброшенные деньги, вот такая маска Ботаник Терапия, вы знаете, хорошая маска, стоит дешевле, чем Лореаль Абсолют Репер, у меня польская, видите, здесь на польском написано, и я очень ей довольна, тут 300 мл, и прекрасная, вот тогда, когда я покупала, она еще была хорошая, может быть, сейчас уже она испортилась, я не знаю, бывает такое, но вот эту гарнии, если у вас выбеленные, осветленные волосы, путаются, секутся, убитые, крашеные волосы, очень даже неплохое средство, советую, Ботаник Терапия с оливкой, дальше, о, тональный крем Римель, моя любовь этого года, Римель, тональный крем, SPF 20, самый светлый тон, конечно же, сейчас я вам покажу его на руке, если что-то удастся достать, и давайте посмотрим его, тон называется, Римель, Lasting Finish 25, ну, естественно, 25 часов он не держится, вот такой интересный здесь, аппликатор, и вот так вот он выглядит, сейчас я вам покажу, немножечко он желтовато-бежевый, ну, вы знаете, он настолько хорошо сливается с кожей, что вообще его на лице не видно, мелкие прыщики, мелкие покраснения, хорошо на ура маскирует, он в стекле, приятно пахнет, не вызывал каких-то подкожных прыщей, каких-то бяг не вызывал, и я его обязательно повторю, Римель, Lasting, к вашим услугам, здесь его, у меня тон называется 100, 100 Ivory, вот, кстати, и себе тоже запомню, потому что я уже забыла, соточка, могу его рекомендовать, у меня, кстати, была и пудра такая, ну, о пудре вообще ничего хорошего сказать не могу, была видна на лице, она без зеркала, просто круглая, некрасивая пудра, все-таки мне пудра нравится, когда они имеют какой-то эстетический вид, да, собственно говоря, этот тональный крем очень даже советую вам, Lasting, Римель, Бриотабл, да, Бриотабл, соточка, дальше, что у меня тут еще есть интересного, гель для душа, фагри, фрукт прекраснейший, очень-очень нравится, повторяю уже много раз, моя новая любовь, вот такое вот молочко для тела, лесная ягода, если вы любите ароматы эскады, если вы любите вот такие ягодные, черная смородина, малина, вам очень подойдет, Johnson's, вот такое вот молочко, у меня было молочко от эскады, от Victoria's Secret, этот не хуже, а цена смешная, советую, девочки, купите и попробуйте, правда, расходуется он очень быстро, потому что им хочется пользоваться постоянно, и в качестве крема для рук, и крема для тела, в общем, очень классная штука, следующее, что покажу, вот такой Maybelline Expert для глаз, шел в подарки с какой-то Maybelline, или карандашом, или тушью, уже не помню, ничего хорошего, не могу сказать, ничего плохого, как обычно мицеллярка себя ввел, аллергии не вызвал, на том спасибо, вот такая вот у меня была паста, паста Miss Vag, очень она мне нравилась, продается в Тунисе, продается иногда и в Египте, очень хорошая, очень классная, всем советую, обязательно ее покупайте, если вы отдыхаете в этих странах, кто-то говорит, что ее можно купить и в Украине, реально классная паста, спрей Avon, вот такой у меня был, клюква и корица, ну, пах больше, знаете, такими вот спиртовыми ягодами, как будто бы кто-то вот сделал домашнюю наливочку на вишню, вот такой аромат, ну, для помещения, вот перед Новым годом, можно было побрызгать, но особого смысла я в нем не увидела, вот такие патчи ко мне приехали в гости от Кати, вот такая вот корейская фирма, тут она еще и с пинцетиком была, очень они мне понравились, даже пинцетик остался, надо будет пинцетик себе забрать, чтобы подхватывать патчи из других уже коробок, хорошие рабочие патчи, Gold, Gold Crystal, и вам могу их порекомендовать, что еще вам рассказать, вот такой вонючий шампунь дегтярный, классный, реально хорошо от перхоти, от сиборея, дерматитов, хорошо работает, и конечно его тоже могу рекомендовать, вот такой у меня старичок был, завалялся, Maybelline Penko Mousse, вы знаете, очень классный, розово-бежевый тон, 0,20, у меня еще есть 0,21 остался, на мейкапе продавали, они в виде пенки мусс, но реально классные, на лице не видны, не знаю, есть там что-то или нет, ну если у меня останется, я сделаю отдельное видео, покажу все свои тональные крема, и этот достаточно заслуживает внимания, опять же его надо найти, он не во всех магазинах есть, вот такой вот Maybelline в тубе, в пенке, очень классный, и незаметный на лице, далее, вот такая маска, коллаген, ничего от нее особо не получила, поэтому рекомендовать ее не могу, никакого ремоделирующего эффекта, абсолютно ничего она не давала, ужасный шампунь, блескур, перхоть, сухость, чесалась голова, жутко не советую, неплохой BB крем, но очень много давал для меня, блеска, жира, вот этого, не особо хорошо он маскировал что-то, хотя он и не должен, лицо увлажнял, действительно, цвет неплохой, но очень много на него потом приходилось наслаивать пудры, и особо повторять я его для себя сейчас не вижу смысла, вот такой афинитон, ванильно-розовый, нравится мне гораздо больше, хорошо забирает покраснение, пятнышки, прещики, когда вы не хотите заморачиваться с корректами, и с консилерами, так что его советую, питательный крем для сухой кожи, масло расторопши, чистая линия, прекрасно работал и для лица, и для рук, и не только в ночное время, им я довольна, следующая вот такая вот маска, ты в расше, не знаю, на чернике она, насколько я поняла, я ее даже разрезала, очень нравилось, действительно, был какой-то освежающий, очищающий эффект, я могу рекомендовать, а вот она, та самая пудра Римеля, о которой я говорила, тон у меня был 003, самый светлый, раскрошилась, и вид у нее, ну, совершенно непредставительный, все цифры стеймат потерлись, тут очень много продукта идет ее, то есть она для тех, кто любит долго пользоваться одним средством, но особо я эту Римель пудру повторять не буду, смысла нет. Вот такая Исана пена для ванны, вот она мне очень нравилась ароматом, но не нравилась пеной, здесь лаванда для сна и ванильный экстракт, она не особо хорошую давала пену, но достаточно такая качественная она, если вам пена не нужна, больше нравится запах лаванды, то могу ее рекомендовать, она продается в серии Ватсон, вот эта Исана, тоже очень большой объем, тут сколько, 750 миллилитров. Следующая пенка, которую настоятельно рекомендую для умывания всем, это вот такая вот Кьюкамбр Доктор Санта, классная пенка, стоит недорого, советую обязательно себе купить и попробовать. Вот такой фармакоз, мицеллярная вода спонж, ничего хорошего, ничего плохого сказать не могу, обычно заурядная вода, но лучше взять вот такую, потому что ее идет больше, хватает намного дольше, чем вот эта вот, типа их элитная серия фармакоз. Что еще? Вот такая у меня водичка закончилась, Инканто Шарм, тоже очень классная, свежий аромат, аромат киви, аромат яблок, кто любит Нина, вот чем-то похожа на Нину, и Инканто Шарм, и Инканто Шайн, два классных аромата, которые советую, если вы не знаете, что из свежих ароматов себе подобрать. Покупалась тоже на Майкапе. Ну и вот такую еще пенку могу рекомендовать, тоже Доктор Санта, только на этот раз аргановым маслом, мне больше нравится запах огурца, но это более увлажняющее, меньше сушит, она больше подходит на зимнее время года, я думаю, что я запишу сейчас вторую часть пустых баночек, потому что время заканчивается на камере. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, будет много-много интересного, и увидимся в следующем видео, всем пока! Пока!